Добрый день дорогие друзья, с вами группа Bodybuilding All Time. Сегодня мы приехали в гости к нашему российскому FBB Pro бодибилдеру, представителю бренда спортивного питания и фитнес-формула, также представителю бренда одежды для бодибилдинга и фитнеса ГАЗ, а также члена команды Живая Сталь Сергею Кулаеву. Сереж, целый год мы с тобой не виделись, очень рад тебя видеть в очередной раз, приветствую тебя. Да, да, привет, Кулаев, привет, подписчики. Ну что ж, ты выступаешь в бодибилдинге с 2003 года, посмотрел твою соревновательную биографию, то есть на данный момент это получается 16-17 лет. Столько, сколько ты в нашем бодибилдинге выступает на данный момент только Алексей Тронов, наверное. Вот, но при том, что у него был определенный перерыв, а у тебя в твоей соревновательной биографии было всего два, по-моему, перерыва по 2-3 года, то есть совсем недолго. За это время у тебя не сложилось ли такого ощущения, что ты устал и что уже в какой-то степени наелся всем этим бодибилдингом? Ну, я могу сказать так, то есть бодибилдингом, наверное, так более основательно и серьезно, я стал заниматься только с 2009 или 2010 год, когда я только переехал в Санкт-Петербург. До этого это был не бодибилдинг, а, так, наверное, скажем, легкий фитнес, да, там, после чего у меня и был перерыв, а уже, ну, окончательно, так, я с более серьезной создателем стал заниматься именно с 2010 года, уже более серьезно, скажем так. Поэтому еще так не надоел, да я и не делаю такого, ничего серьезного, чтобы устать сильно. Это же все идет, в первую очередь, скажем так, удовольствие, ну, а потом уже все-все-все-все. Ну, и тем более сейчас, у меня такой образ жизни сложился, что, ну, там, работа, спорт, работа, спорт, личная жизнь, она все так как-то устаканилась, идет своим чередом, что не устаешь. Если вспоминать твои сезоны 2011 и 2017 года, я помню, что вот в эти годы, в 2011 и в 2017, у тебя прямо на соревнованиях возникли некоторые проблемы со здоровьем. В 2011 на Кубке Питера ты упал в обморок прямо на сцене, а вот в 2017 на чемпионате России ты не дошел. Ну, да, не дошел. Что, кстати, там случилось в 2017, потому что я так вот более подробно и не понял. Можешь рассказать? Ну, могу сказать, что со здоровьем, к счастью, наверное, ничего серьезного не происходило у меня. Это, наверное, больше происходило от мягких экспериментов, да, изучения своего тела. И где-то тело просто говорило, не говорило, а просто делало стоп и все. Вот. 2017 год, это в Астрахани на чемпионате России, я провел очередной эксперимент, потому что давно хотел попробовать там с одним препаратом. Ну, я не буду на камеру говорить никакие там препараты, ничего. Да, потому что я знал, что это будет последний мой сезон в любителях, да, потому что я уже подал документы на оформление прокарты. И долго ее просто ждал. Вот. И, скажем так, я экспериментировал, потому что мне уже на том чемпионате России место было неважно, каким я буду, первый, второй, третий, там, ну, абсолютно без разницы. Я ехал туда максимально экспериментировав на, ну, своим там, скажем так, не то, что телом, а формы, да, вот. И чуть-чуть я там переборщил, малеха, поэтому так вот и случилось. Ну, скажу так, со здоровьем ничего там серьезного не было, ну, просто там чуть-чуть. И это ни с мочегонными препаратами, ни с инсулином связано, это намного банальнее всего, ну, и даже уже, наверное, сейчас больше смех вызывает, чем какое-то там опасение или бассейн. Для вас подготовка к чемпионату России 2017 года в Астрахани, она была своего рода такой генеральной репетицией перед профессиональным сезоном, да? Как я понял? Да, да, потому что на тот чемпионат России мне ехать не хотелось вообще, то есть мне уже доказывать никому ничего не надо было, ну, просто по просьбе тренера я уже поехал, ну, и думаю, ну, раз еду, почему бы не попробовать сейчас у себя дома, да, там, на родине в России, чем нежели там где-то за границей. Ну, вот попробую. В случае в 2011-2017 году понятно, что сейчас, так сказать, с высоты прожитых лет, с высоты своего опыта, ты оцениваешь, что ничего там страшного, в общем-то, не случилось. Но вот тогда, когда это случилось непосредственно после вот этих вот событий, и хотелось ли тебе сказать, что надо завязывать с этим бодибилдингом, нечего там портить свое здоровье и завершить свою соревновательную карьеру. Не было таких мыслей? Нет, Николай, таких мыслей не было у меня, потому что я, наверное, это больше шумиха, да, я не знаю, из-за чего это связано, что бодибилдинг портит там здоровье, оно, знаешь, и на остановке можно стоять, и тебя какая-нибудь красивая дама на дорогой машине может сбить, и что при этом, теперь всем людям избегать остановки. Поэтому, если ты делаешь все грамотно, ты все записываешь, анализируешь, да, там, и изучаешь свое тело, то этот бодибилдинг абсолютно не вредит, да, там, настолько, насколько его представляют там СМИ, либо те же некоторые спортсмены, у которых там что-то не получилось. Если бы, например, после очередного там, ну, неудачного своего сезона я бы кричал, спорт там покалечил мою там, мое тело там максимально там и тому подобное, то, конечно, бы, наверное, какой-то негатив резонансный был бы. Но я могу сказать, что я изучаю свой организм, я учусь, стремлюсь быть лучше, умнее в этом виде спорта, да, там, то есть все супер просто, я сторонник заниматься этим видом спорта, конечно. Посмотрите, он на Дексара Джексон, да, там, в какой он форме. Трудно сказать, что он там, у него сильно поврежден свое здоровье. Конечно, есть такие случаи, где там, может быть, там, бодибилдинг и павлион, но это может быть единица таких спортсменов, да, которые уже и тренировались, возможно, за грани человеческих возможностей. Ну, таких мы знаем только пока единицы. Даже, наверное, один, ну, и который считает себя, там, считая лица многими спортсменами и королем, да, там, поэтому... Часто ли ты посещаешь врача, проходишь какие-то определенные медицинские процедуры для того, чтобы мониторить, как-то контролировать свое здоровье, и часто ли ты сдаешь анализы, те же анализы крови для того, чтобы оценивать какие-то показатели у тебя, что в связи с этим нужно предпринять? Насколько это для тебя важно? Ну, знаешь, а в этом плане у меня, наверное, уникальный организм, потому что я сдаю периодически анализы, конечно, но не для того, чтобы, наверное, что-то там предпринять, да, там, и подлечить, да, скажем так, его, там, теми или иными, там, препаратами, да, и помочь. Ну, во-первых, у меня помощь идет круглый год, да, в своем организме, помимо, там, тренировок, там, каких-то препаратов, то есть, ну, также и аптечные препараты, которые помогают моему организму. Вот. Последний раз я когда сдавал полный, 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 прям, максимально полный анализ крови, это был перед, там, за две недели или за три недели, перед, там, турниром в Румынии, ну, еще с Ашотой, ну, Ашотой тогда сдавал, у него были там свои моменты, да, которые надо было делать, ну, и я сдал, они такие посмотрели, удивились, что у меня хоть в космос отправление, причем я сидел там на жесткой диете на хорошей, да, там, у меня были там шесть кардиотренировок в неделю, плюс шесть силовых, семь кардиотренировок и шесть силовых, и при этом у меня анализы были великолепные, могу даже их показать всем, обнародовать, и там все удивлят, ну, удивятся, наверное, моим анализом. Поэтому мне анализы я могу сдавать только так, чтобы, значит, посмотреть и положить, ничего не предпринимая вообще. Ну, такой, наверное, это единичный случай, то есть у меня там все, они, практически все мои анализы, а в референтных значениях. К соревновательному сезону 2019 года ты готовился под руководством кувейского тренера Абдулы. Как ты считаешь, удалось ли тебе за время с лета 2018 года спрогрессировать, добавить в массе? Если да, то как это выражается в цифровом соотношении, в цифрах? Сколько килограммов ты выставлял на сцене в 2018, и сколько в 2019? Ну, честно говоря, я не могу сказать, сколько я выставлял, потому что у нас на соревнованиях не было весов, поэтому нас никто не взвешивал, не раздевались, ничего. Ну, в районе где-то, я думаю, 118-120 килограмм я выступал. Плюс-минус, наверное, там. Были, конечно, такие вот, например, как Румыния и как Калифорния про неудачные мои старты в этом сезоне, да, по истечению того, что в Калифорнию я поехал там. Например, он мне позвонил, говорит, все, летишь в Калифорнию, я покупаю билеты, он мне ночью звонит, говорит, все, летишь не в Калифорнию, а в Форте-Рико, я посмотрел на Форте-Рико, мне уже надо было не то, чтобы вылетать, а уже прямо выходить, одеваться и выходить, прямо идти уже в аэропорт. То есть такие вот спонтанные турниры были, да, там, в Калифорнии, что я поехал так, просто, да. А в Румынию я готовился целенаправленно, хорошо прям готовился, все, и форма была. Но, как мы туда добирались, что я хотел уже там, на полплюки уже вернуться домой, то есть я понимал, что у меня форма будет не очень, потому что добираться там сутки до этой Румынии, где там летит прямой рейс 3 часа, да, там, и как мы летели там, сутки пробыли в аэропорту без еды, без воды там, да, там, ну, воду, ладно, без проблем, можно купить, а вот с едой были большие проблемы. Поэтому, ну, работая с тренером Сабдулло, я пришел в то, что, ну, это что-то новенькое было для меня, да, там, какой-то более режим, более, то есть, не в плане формы, не в плане каких-то знаний там, а в плане режима стал чуть дисциплинированнее. Работая сейчас с нынешним тренером, то у меня намного сейчас лучше, да, там, и в плане диеты, в плане там препаратов, в плане тренинга и тому подобное, то есть, мы сейчас лучше, потому что это ближе к моему телу, и он лучше меня знает. Скажем, нынешний тренер, а кто является сейчас своим тренером? Мы в Румынии, ну, я познакомился с Джастином Контоном еще давно, мы периодически, частенько общались, то есть, я ему так же скидывал свои фото перед Румынией, то есть, мы там переписывались, он там желал мне удачи, мы хорошо, прям, мы хорошо-хорошо общаемся, вот, в Румынии мы уже познакомились с ним лично, и он мне указал на все мои ошибки. Я не буду говорить, что он мне написал в СМС, когда после предварительного судейства, я пришел в номер, смотрю, он мне, ну, довольно-таки большие пару СМС-ок написал, указав на все мои ошибки, после чего, что я подошел к нему, и мы часа полтора, наверное, сидели и общались с ним, то есть, и, ну, через Игоря Федорова, и так хорошо пообщались, и мы приняли решение, ну, я принял решение, что следующим турниром буду готовиться под его руководством, и сейчас мы начали уже сразу после Румынии уже готовиться к следующему сезону, и уже он мне все расписывает, показывает. Я заметил, что летом 2019 года у тебя на турнире Чикаго ПРО по сравнению с турниром Калифорнии ПРО, который был за месяц до Чикаго, форма была получше, я это видел и по фотографиям, и по видео, в том числе и на Чикаго ПРО тебя вызвали в первом куллауте с лидерами, первой шестерки, вот что тебе помогло, так сказать, улучшить форму перед Чикаго ПРО, какие ты манипуляции проделал, что так форма изменилась в лучшую сторону? Знаешь, я такой человек, у меня должно быть все расписано от и до, то есть я не могу так, знаешь, готовились, например, в Чикаго, собрать чемодан и поехать в Калифорнию, как это было у меня, который за месяц раньше был, потому что там слабенький состав, то есть я попробовал раз, и я понял, что это не мое, то есть мне должно быть все запланировано, все расписано по полочкам, турниры все мои, как вот сейчас у меня, например, и что-то, да, так и произошло, поэтому у меня к Чикаго я уже целенаправленно готовился, я изначально готовился даже в том году на Чикаго, ну, я и выиграл у всех своих соперников, кроме Патрика, да, потому что его и не было, там он уже готовился к Олимпию, он выиграл турнир, и я выиграл у всех своих соперников, кому я проиграл на Калифорнии, то есть на Чикаго, я у них уже у всех выиграл, и даже выиграл у парня Джастина Родригеса, которому я проиграл два раза в прошлом году, на Тампе и на Чикаго, то есть он на одно место всегда был выше меня в прошлом году, сейчас я у него выиграл, то есть мне надо все должно быть расписано по полочкам, чтобы не было субурных действий. Видел, что перед выходом на сцену Чикаго Про ты позировал под чутким присмотром целых двух мистеров Олимпия, четырехкратного мистера Олимпия Джей Катлера и мистера Олимпия 2018 Шона Родена. Удалось ли о чем-нибудь с ними пообщаться, с этими, так сказать, великими атлетами, и, может быть, они тебе дали какие-то советы, рекомендации по позированию, вообще по соревнованиям? Ну, ничего они не дали мне, скажем так, кроме кучелоков. Шучу, конечно, это, ну, как сказать, спортсмен хорошего уровня, даже я, например, если у меня кто-то подойдет, спросит какой-то совет, но я буду знать, что он тренируется с другим тренером, я никогда ему ничего советовать не буду, потому что, ну, это некрасиво будет, ну, по отношению к его тренеру. То есть у него есть тренер, он пускай с ними общается, у него нет тренера, если он подходит, что-то спрашивает, я могу ему посоветовать. Точно так же и там, я ничего даже и не спрашивал, он просто помог мне поставить пару пост там, ну, еще, чтобы я попозировал, и все. То есть, больше ничего такого там не было сверхъестественного, либо такого что-то, каких-то секретов они пооткрывали там, потому что это некрасиво будет. А тем более, они все хорошо знают об дуро, они там прям общаются прям очень хорошо с ним. Понятное дело, он же не будет говорить, там не слушая его, там делать это так. Как видит это, например, Шон Радель, да, там. Причем, знаешь, как он может посоветовать мне, он впервые меня видит, он же не знает, как я подвожусь там, на чем, тому подобное. Что я ем, что я пью, и в каких количествах. Как вообще Шон и Джей оценили твою форму, как вот бодибилдеры из России, которого, наверное, они видели, так сказать, в первый раз. Что они сказали о твоей форме? Я не могу сказать, что они видели спортсменов из России впервые. Тебя именно. А, меня именно. Ну, ну, как сказал мне Абдулла, когда ему позвонил Шон Радель, он был очень сильно удивлен, насколько я большой, ну, скажем так, пропорциональный, то есть ему понравились мои пропорции, ну, и довольно-таки, очень сухой. В этот раз вместе с тобой в США ездила не только Алексей Горошинской, но и твой друг, так сказать, можно сказать, в какой-то степени соратник, тоже, и козлалу по соревнованиям Михаил Корнилов. Присутствие Михаила как-то дополнительно тебя мотивировало на этих соревнованиях? Ну, скажем так, для Мишки Чикаго был очень сложный турнир, и, наверное, Мишка там больше не мотивировал меня, мотивировал я его, потому что ему очень тяжело дался переезд, проживание, Миша, он не может жить один в номере, ему надо обязательно, чтобы кто-то присутствовал, ему помогало, в такой непривычной обстановке, он, наверное, впервые оказался, поэтому для него было очень сложно, что исказалось на месте, то есть, если он в полуфинале шел в первый, то потом, я так думал, Миша, извини, ну, он, наверное, чуть-чуть не удержался, и там, наверное, может, воды попил, может быть, воды попил, это мягко сказать, да, там, чуть-чуть больше, чем надо было, литров на 5, там, я не знаю, то есть, когда он пришел, там, как было, утром я выступаю, я заканчивал выступать, его категория выходит, любители, вечером точно так же, у меня финал, после моего финала и он выходит, соответственно, когда я был на финале, он пришел пораньше, потому что там надо разогреться, грим поправить, у него очень хорошая кожа, кстати, и на нем грим лежит прям, вот он утром, как загримировался, весь день он ходил по жаре, зал вперед там, то в зал сходил, то из зала, то в магазин, то за гамбургерами нам ходил, или бургеры там, то еще в магазин он пошел, я там пол Соединенных Штатов скупил себе от безделья, и он вечером пришел, раздался, ему даже не надо было поправлять грим, то есть, настолько он хорошо лежал, в отличие от меня, и это, он пришел, я смотрю, а у него форма уже совсем другая, то есть, он уже, ну, видно, надо было просто лежать, отдыхать, а он, видно, вот это, вот ходил, там, пил, там, не знаю, что там, и уже пленка покрыта, ну, и это сказалось, так скажем так, негативно на его место, он стал вторым, хотя утром, он шел однозначно, лидером, пил. Михаил писал в инстаграме, после Чикаго Про, я помню, считал даже его пост, о том, что чемпион был меньше его ноги, действительно ли так было? Ну, я их не видел, так, со сцены, да, а он был, действительно, поменьше Миши, причем, значительно, но, если Миша был очень хорошим утром, ну, скажем так, не лучшая его форма, но он был хороший, ровный, хорошо позировал, то, в финале уже, а, он был чуть-чуть залитый, и тот парень был меньше, но пожестче выглядел, вот и все, то есть, как тут судьи расставляли, уже, я не знаю, как дела у Михаила сейчас обстоят, я слышал, что он выступал на любительской олимпии в Индии, и выступал на турнире у Аксаны Гришны, Айфбб, Раша, про чемпионшип, Раша, оттуда, да, что-то, что-то у него там получилось, добиться? Ну, он везде был в финале, то есть, он, везде был, если я не ошибаюсь, он там, ну, с медалями, потому что там по пятой, по шестой месту, по какой-то такой, по пятой, вот, дают, вот, поэтому он так, в этом плане он довольный, ну, цель у него, наверное, не у него, скажем так, у меня, в большей степени, чтобы он получил прокарту, то есть, он, как я хочу, он получает прокарту, выступает на одном профессиональном турнире и вешает плавки на гвоздь, то есть, то есть, он добился максимально, насколько это возможно, ну, это я так запланировал. В 2016 году, когда ты стал абсолютным чемпионом любительского Арнольда Классик США, ты обыграл в своей категории Рэгана Граймса из Канады, а в абсолютке ты обыграл Олега Кривого из Украины. Так вот, сейчас, на данный момент, Рэган Граймс уже был один раз на Олимпии в 2018 году, в Румынии он тебя обошел в супертежах, Олег Кривой тоже уже на Олимпии побывал, как ты считаешь, почему ситуация так обстоит, чего не хватило тебе, чтобы показать такие же результаты с тех пор, как показали Граймс и Кривой? Ну, я себя с Кривойом сравнивать не хочу, потому что это разные категории, и все разно, да, если с Грэймсом сравнивать, ну, как? Наверное, кто занимается хорошим этим видом спорта, оживя в России, все будут знать, как, да, и почему так происходит, поэтому, наверное, объяснение, я стараюсь максимально, сколько это возможно, да, Грэймс очень хорошая команда, очень хорошая поддержка, что не может не сказываться на результате, когда ты один, ну, это гораздо сложнее, это может, но это сложнее, то есть я пытаюсь, насколько это возможно, скажем так, в моих условиях. Летом прошлого года я подарил тебе самоучитель по английскому языку, потому что была у тебя, так сказать, потребность в изучении, как вообще успехи в изучении, английского языка. Никак, да пока, честно говоря, пока никак. Я думаю, одному, наверное, самому начать учить английский язык очень сложно, потому что я не знаю даже элементарно, так как я изучал немецкий язык, и мне надо все же начать ходить, наверное, в школу, да, специализированную для изучения английского языка, чтобы непосредственно мне преподаватель говорил, как это произносится, потому что произношение, я читаю все это, ну, как на немецком, да, поэтому, это надо все же, более глобально, наверное, начинать заниматься этим. Пока, пока есть с этим большие сложности, потому что работа, тренировки, семья, забирать у меня гораздо больше. Ну, я думаю, что у тебя все получится. Я думаю, знаешь, когда приспичить более серьезнее, оно тогда сразу начнется. Тебе надо, наверное, с Жастином Комптоном побольше разговаривать, да, по скайпу, например, общаться, или там. Ну, мы переписываемся, наверное, ну, через день, каждый день, я ему отправляю там фотки, видео, вот, видео я тебе скидывал, да, такое, коротенькое, что я хотел сначала выставить в интернет, а потом думаю, не хочу ничего выставлять, такую, свою форму, тоже до соревнований. Осенью 2019 года ты ездил на турнир Румыния Про, и ты уже выше, чуть выше упомянул, что вы с Ашотом Каграманяном вместе туда ехали и добирались туда, так сказать, с определенными приключениями. Что там у вас случилось, то, что вы так долго добирались, там долгое время провели в аэропорту? Ну, что, Ашот занимался билетами, ну, он нашел такие билеты, очень хорошие, в кавычках, да, когда мы приехали, во-первых, поехали через Финляндию, непрямой рейс, ну, это все зависит, наверное, от экономии, да, хочется максимально сэкономить и получить максимально прибыли. Но, как я понял, я больше экономить никогда не буду, то есть я буду покупать заранее билеты, тот, который мне нужен, в хороших компаниях, скажем так, и уже лететь непосредственно максимально, то есть там, не надо мне добираться было до Финляндии сначала, потом из Финляндии в Турцию, а из Турции в Румынию. Вот, мы приехали в Финляндию, а наших билетов оказалось нету, вот и все. Ну, мы купили только на следующие сутки другие билеты, которые летели через Турцию и прилетели в Румынию. Турнир в Румынии, вообще, это первый про-турнир, который, европейский, на котором ты участвовал, но его, насколько я знаю, проводил тоже Тим Гарднер, как и Чикаго Про. что-нибудь какие-то отличия в организации в Чикаго Про и Румыния просто для себя отметил? Ну, скажем так, регистрация, то есть, я когда пришел на регистрацию, я сначала не понял, где мы находимся даже, потому что помещение было очень маленькое, большая толпа, то есть, мы еще чуть-чуть опоздали, потому что очень, ну, большие пробки были, это регистрация, если я не ошибаюсь, была то ли в пятницу, то ли в четверг, а в Румынии, ну, там, довольно-таки, тоже такие пробки есть, в отличие от субботы-воскресенья. В субботу-воскресенье в Румынии, как будто там, знаешь, их не там, это, кто там, блин, как это там, вампир-то, Дракула просыпается, знаешь, все сидят по домам, знаешь, или выезжают из Румынии вообще. Вот, мы приехали туда, регистрация уже шла, и уже профиков начали заводить в зал, да, толпа огромная, все идут, непонятно, кто там шумит, гам этот еще, ну, соответственно, еще когда ты не владеешь языком, для тебя это вообще не понимаешь, где, куда находится. Я, ну, подхожу к этому, к залу, где идет регистрация профиков, она у меня что-то спрашивает, я говорю, не понимаю, что ты хочешь, а мне туда, наверное, надо, а она там, а я еще женой был, она, жену типа вообще нельзя, а ты кто там, а как раз этот, Реган Греймс рядом был, мы поздоровали, все, а он типа профи со мной, и он меня провел туда, то есть мы сели, посидели, зал был очень маленький, поэтому, то есть, и за счет этого, так все как-то тесно, ну, не так, как... Реган при встрече мне сказал, я помню тебя, ты самый парень, который обыграл меня в 16-м году, и сегодня мы с тобой засчитаемся. Слушай, нет, такого никто никому не говорит, наверное, что там обыграл, не обыграл, потому что с Реган Греймсом мы частенько переписываемся в инстаграме, то есть он бывает мне пишет там что-то о комментарии, мы переписываемся в гирике, то есть я ему там лайки ставлю и что-то бывает пишу, поэтому, то есть у нас хорошие, то есть отношения, спортивно такое, только там на сцене, наверное, и то, и такого я не вижу среди спортсменов, ну сегодня ты обошел, завтра тебя обошли, то есть все дороже. Не удалось тебе, к сожалению, в Румынии войти в топ-10, ну и собственно все те, кто из России приехали, помимо тебя, Мохаммед Элимам, Владимир Агринский, Леонид Эстомин, тоже вне топ-10 оказались, ну, а других, наверное, сейчас пока говорить не будем, относительно себя, что тебе помешало в топ-10 войти, или каких-то... Слушай, ну форма, потому что, знаешь, ты же летишь уже туда, максимально приближенный, к форме, да, у меня такой организм, если я перестаю хоть чуть-чуть есть, я начинаю гореть, и я потом этот, ну, уже процесс остановить, просто мне, ну, если и удается, то это уже дня через 3-4, наверное, уже хорошая, сильно калорийная пища мне надо, то есть одним, там, грубо говоря, там, рис, макароны, там, все тому подобное, сложные углеводы, они уже мне, там, ничего не помогают, потому что мне надо уже максимально жирное кушать, там, красную рыбу в больших количествах, говядину в больших количествах, это, конечно, будет сказываться на форме, ну, в худшую сторону, но у меня вес уже будет потихоньку останавливаться, и потом расти. В Румынии мы летели, ну, очень долго добирались, и у меня уже этот процесс, плюс на нервах, очень сильных на нервах, да, там, потому что прилетели, а билетов нет, и никто ничего не может сказать, и, как там, говорят, сильно, как мы любим повозмущаться, в Финляндии тоже нельзя, потому что милиция сразу придет тебя и заберет, сильно не повозмущаешься, будешь, держали все это в себе максимально, насколько это возможно, и, знаешь, и когда с таким настроем ты прилетаешь на турнир, я прилетел на весы, у меня минус 3 килограмма от того, что я улетал, я потом начал грузиться, 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 а уже, ну, организм ничего не, то есть у меня уже падал, падал, падал вес, ну, и как-то так. Два дня назад компания American Media LLC объявила заключение соглашения о продаже Joe Vader Olympia Fitness and Performance Weekend, то есть, Olympia, новым владельцем стал Джейк Вуд, который одновременно является владельцем бренда Крылья Силы, ты уже неоднократно выступал на турнирах, проводимых под эгидой бренда Крылья Силы, как-то Чикаго Про, ныне про, я слышал от тебя положительные отзывы об организаторе этих турниров Тимми Гарднери, вот, как ты сам для себя оцениваешь вот этот факт продажи бренда Олимпии владельцу бренда Крылья Силы, видишь ли ты для себя какие-то плюсы или, может быть, минусы относительно твоего будущего в профессиональном бодибилдинге? Знаешь, я скажу так, для мужского бодибилдинга это, наверное, никак не отразится, ну, в худшую сторону не отразится точно, только, наверное, в положительном, а для женского бодибилдинга я считаю, что отразится, наверное, очень хорошо, так как, это человек, который продвигает именно женский бодибилдинг и женский, там, физик, все, что связано, скажем так, с женщинами. Почему? Даже на Олимпии, вроде, если не ошибаюсь, будет даже в этом году женский бодибилдинг, для поэтому для них это конечно большой плюс то есть я считаю это наверно будет все же больше плюс если минус того негатив какой-то а для бодибилдинга мужского мне кажется хуже не будет точно но всегда когда есть что-то новшество наверное тем более почитать его там что он сказал до хочет максимально развивать и соц сети все 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 то это наверно для бодибилдинга будет большой плюс если она все так и будет последнее время на просторах интернета достаточно активно ведется дебат между сторонниками джима меню на и рафаэле сантохи о том чья федерация сейчас является интернативной ты само собой каждый приводит какие-то свои собственные аргументы в пользу своего мнения как ты оценишь что для тебя что является основной федерации а что является альтернативной федерацией меню в которой ты сейчас выступаешь сантохи наш честно говоря я не зарегистрировал ни на один спортивный паблик поэтому я далек чуть-чуть от этих дискуссий я даже не знаю кто их ведет наверно их ведут больше наверно далеки от спорта люди да которые там ни к одной ни к другой федерации не имеют отношения никакого да там в каждой федерации есть свои плюсы и свои минусы над которыми это руководители этих федераций это же некоторые спортсмены наверное работают да там в положительную максимальную сторону а что касается альтернативной либо не альтернативной но вот если взять там айбб про и элит про да раньше элит был раньше не было его то есть потом он появился значит на этот вопрос можно не отвечать что из них альтернатива альтернатива будет все турниры там где нету олимпия потому что изначально олимпия ну там не самого изначально изначально там вообще только надо было потом вроде джоуэйдер но так как потом сложилось что стала самая главная библи то она и будет самая главная библи но там где олимпия все равно каждый спортсмен он будет смотреть на топовых спортсменов из а про вики да там там он ок там брэден карри там и тому подобное то есть никто не будет смотреть например вот это значит то последний арно классик выиграл например ну вылит про криженик миха криженик а чемпионат мира чемпионат мира по моему тоже нет он там 4 на каком-то турнире стала ну в общем честно говоря я вот сейчас сейчас я думаю знаешь так ну и большинство спортсменов тоже не знают который но есть там и выступают а таких как брэден карри кто мистер олимпия действующий да там все будут знать вообще теперь я отношусь двум федерациям очень скажем так равно сильно то есть для меня что-то что-то федерация есть федерации там же есть тоже спортсмен они такие же стараются также выступают прогрессируют поэтому то есть место быть воспитаннику изначально федерации бодибилдинга россии фвбр не хотелось ли попробовать свои силы в элитпро но так как это сделали например иван водянов виталий хотеев не возникало такого желания нет хотя у меня предложение было сначала попробовать там что попробовать это же не тот зефир который ты кушаешь на данный момент там попробовал один попробовал другой то есть это ладно я шучу кушать дорогие друзья лучше да лучше оставаться так сказать верным одному направлению да то есть я у меня цель попасть на олимпию если у меня такой цели не будет но цель это мечта моя да то есть ну вот я пошел в элитпро и что годы идут то есть я тренируюсь получаю какие-то микротравмы да там и потом что а потом не опять возвращаться надо будет опять в любители и выигрывать опять какой-то любительский турнир чтобы попасть в это в проливу это как это шут он выиграл но пока ты там я не знаю там стечение обстоятельств он не взял про карту сразу до которую надо было брать да и пускай она будет лишь лежит лучше там не зато на полке да там чем потом опять ехать на турнир и опять выступать по любителям чтобы получить потому что там поменялись у них условия получения этой про карты кстати я про карту тоже получил я ее получили за написал начале декабря какой там 18 года связи 17 я уже не помню а с ягваря у них уже вышла в закон то есть если бы я бы ну поддержал буду ягваря и потом был подал заявку на про карту мне бы тоже бы отказ прошел и сказали и чай его выступая 5 на какой-то любительский я заметил кстати что ты все успеваешь делать оперативнее того же ашота ты например получил визу него не получилось ты подал заявку у тебя там все получилось а у него что-то не получилось вот я уже тенденция такая намечается ну да мы поехали с ним вместе и я опять в румынию мы чуть не доехали да ашот покупал билеты в общем как-то так ну а вот смотри в литпром допустим тебе было бы легче и гарантирование выиграть допустим что выиграть первое место и что дальше не привлекало ли это тебя возможность именно выступить там чтобы быть победителем ну смотри если брать в качестве денег до зарабатывать но не говорят там и там и там денег заработать нельзя но выступая на чемпионате и среди любителей да как мне все говорят выступал бы по любителям там тоже денег не зарабатываешь да там как но только если ждать сибири паршок который проводится раз в год но особо тоже богатым не станешь если ты даже выиграешь вот поэтому там но например на чикаго про я стал 4 в каком-то прошлом году да а я получил 2000 долларов а у них на вылите за первое место в такой сейчас даю тоже там что толку эти медальки складировать ну их у меня там много на балконе лежат ящички ну что я же не ради медали то есть у меня есть цель то есть я который максимально стараюсь прийти к этой цели а не собирать складировать эти медали 2019 году ты дважды посетил турнир гран-при россии новой российской федерации бодибилдинга national bodybuilding community или нбс и на первом гран-при россии даже с гостевым позированием как кстати люди на твои гостевое позирование отреагировали что скажешь публике то есть это наверно единственный раз когда скажем так публика встречала своего же спортсмена российского наверно так скажу большей степени с положительной стороны чем с отрицательной то есть хорошо давно таки понравилось выступать мне всегда нравится на наших российских турнирах выступать да там даже сейчас следующий турнир у меня где я буду выступать с показательными выступлениями это будет дмитрий яшанькин он пригласил меня как раз на последнем чемпионате там россии в нпс в москве мы с ним встретились довольно таки так очень хорошо так встретились и он меня пригласил сразу к себе на турнир в апреле месяца вроде будет если не ошибаюсь о гран-при россии мбиси по этим двум турнирам интересно твои впечатления об уровне участников о сцене об освещении потому что я слышал только положительные отзывы в массе своей о том что ничего подобного ранее в россии не проводилось ну я не могу сказать что прорыв там какой-то либо знаешь там что-то не проводилось тоже там кубок яшанькин очень достойно вот я последний раз когда я выступал именно как спортсмен да там в краснодарском крае забыл где вы там выступали вообще все супер на брау-дюрсо брау-дюрсо просто супер шикарно краснодаре выступает пожалуйста тоже все условия созданы хорошо выступать но я думаю в сибири на пару шоу то же самое не хуже не то есть для спортсменов все условия созданы для меня как для спортсмена самое главное чтобы соревнования проходили быстро то чтобы я не приезжал туда днем а уезжал на следующий день что это происходит пока на турнире в нпс то есть я там был как зритель и как зрителя там два дня был первый раз я когда выступал с показательным выступлением я приехал часа два посмотрел я попросил виктора чтобы я проще выступил я выступил я собрал со женой и уехали мы смотреть красную площадь на спортсменов смотреть но я уже так насмотрелся и сидеть там просто одно и то же бицепс сбоку бицепс там сзади спереди но уже надоело порядком поэтому поехали посмотрели еще в москву второй день мы приехали там тоже это ну там чуть-чуть затянуто то есть я не могу сказать что там это прорыв какой-то если они еще уберут максимально быстрое судейство что было то есть чтобы там спортсмены там баба бабах ушли все то есть как вот и есть на проф турнира да там там не успеваешь даже устать то есть даже не то что не успеваешь устать там даже не успеваешь там или рад попозировать да уже все закончил совесть турнира кто будет тратой судейство которые там турнир как месяц существует вообще как ты считаешь с твоей точки зрения является ли это панацеей вроде судейских договоров это вот сюда ничего не нравится мне кажется знаешь что действие для меня без разницы какой судействе себя на хорошая грамотная если хорошие непривзятые судьи сидят они будут судить хорошо и честно посмотрел говорят там судейство такое супер открыто но возьми наш чемпионат россии на там вот когда я выступал например всегда абсолютный чемпион россии он был всегда абсолютным чемпионом россии никто не так колебается до что он был не чемпионат россии то есть когда я выигрывал два раза я выигрывал то есть я всегда выигрывал что стран петербург что чемпионат Россию единоклассным решением судей. Что там, Саша Козой выиграл всегда единоклассным решением судей, то есть, а когда там уже идут, знаешь, там 5-6 места недовольные, ну там уже без разницы, какой-то 5-6 либо 10-й. То есть, ну, недовольных всегда будет. Открытое судейство будет, закрытое либо судейство вообще не будет. То есть, недовольных всегда будет. По этим словам можно добавить только фразу Дмитрия Голубичкина, о которой он говорил о судействе, то, что полностью доволен судейством только абсолютный чемпион. Да, да, да. Конечно, конечно. Я думаю, там кто вторые места стал, они недовольны были. Даже при открытом суде есть. Видел у тебя в инстаграме такой фотоотчет о том, как ты с семьей в один из недавних уикендов посетил Таллинн. Какие впечатления у тебя от этого путешествия остались? Таллинн, ну, как, то есть, я люблю такие исторические города поехать посмотреть, да, там, ну, поехали посмотрели, то есть... Так, на пару дней съездить можно. Больше, конечно, там скучно. И еда, там, что их национальная еда, это вообще не для меня. То есть, медвежатина, каботятина, там и тому по... Там живность, ну, я не ем, не любитель, поэтому я чуть-чуть там так голодал, можно сказать. Не так давно в Питер тебе в зал о фитнес приезжал руководитель бренда ГАСП, который ты представляешь. Угу. Футболка бренда ГАСП сейчас на тебе, Микаэль, а Сёдер Мунт правильно я прочитал, да, фамилию? Насколько я знаю, вы с ним вместе потренировались, и какие впечатления остались у тебя от общения с ним, когда вот твой спорта приезжает, лично общаешься и от тренировки поделись впечатлениями? Слушай, ну, он довольно-таки очень общительный и очень открытый человек, несмотря на то, что он швед, да, там... То есть, он фанат спорта, ну, конечно, не бодибилдинга, он больше там каратэ, джи-джет, что-то такое занимается, у него даже там какой-то пояс, если не ошибаюсь, даже, возможно, и черный, вот, поэтому бодибилдинг, то есть, он так... Я спросил у него довольно-таки такая интересная информация, ну, типа, на контакте самые главные два спортсмена, их все известны, да, это Джонни Джистон и Бранч Ворон. Я спросил у них о человеческих качествах этих двух спортсменов, и он так очень засмеялся и сказал, он говорит, я лет десять назад с ними познакомился с обоими, ну, познакомился с Бранчем и Джонни, и, говорит, через год я их увидел опять, и Джонни Джексон запомнил мое имя, как жену зовут и как моих детей даже. Бранч Ворон, говорит, до сих пор не помнит, как меня зовут, он каждый раз спрашивает, как тебя зовут. То есть, так, да, смешно? От тебя, от самого и из других, так сказать, достоверных источников я слышал информацию о том, что у тебя в профессиональной карьере скоро произойдут некоторые достаточно важные изменения. Ну, а мы уже коснулись чуть выше, да, одного из них, то, что теперь тебя тренирует Джастин Комптон. Вот, в связи с последними событиями, наш один из своих биби-про Алексей Лисуков переехал, так сказать, ну, планирует переезд в Мексику. И, насколько я знаю, ты тоже сейчас планируешь что-то такое подобное, переезд куда-то, так сказать, в более лучшие условия, поделись информацией, действительно ли это так и планируешь... Ну, насколько я знаю, Леша переехал, потому что у него жена рожает, да, там, и это будет перспектива для ихнего ребенка, по их мнению, да, там, поэтому тут ничего сказать про него не могу, там хорошо, тепло, там периодически где-то попадаются в ленте у меня, фотки его, ну, он доволен, да, а это самое главное, чтобы он был доволен и его жена, соответственно, ну, и ребенок, потом тоже, там, родится мексиканочка, да, русская такая, вот, это только можно пожелать там счастья, здоровья и любви. Вот, что касается меня, да, я стал работать после Румынии с Джастином Комптоном, у нас с ним такая договоренность, то есть, когда я приезжаю на любой турнир, то есть, этот турнир будет всегда за две недели я буду прилетать на турнир, то есть, мы говорили на тот момент про Chicago Pro, что я буду готовиться на Chicago Pro, и он говорит так, он сам живет в Чикаго, ну, или под Чикаго, там, ну, плюс-минус в Чикаго, вот, он говорит, прилетишь ко мне за две недели до Чикаго, остановишься у меня и будешь жить у меня полностью, чтобы я видел тебя каждый день и каждый день буду тебя менять, потому что до этого сейчас он подводил Яковлева Володю, и, ну, и мы с ним тоже, ну, хорошо так общаемся, дружим, и Володя очень положительно отзывался от Джастия, потому что нутрициолог, он очень хороший Джастия, ну, и мы так с ним хорошо, и я говорю, да, без проблем приеду, он говорит, у него большой дом, жить есть, единственное, только что у него там, вроде, две собаки большие, я говорю, ну, главное, чтобы не покусать перед турниром, да, поэтому, ну, сейчас мы запланировали другой турнир, который состоится чуть раньше, примерно в неделе за месяц будет раньше турнир, я пока не хочу не говорить ничего, осталось до него 15 недель, вот, с завтрашнего дня я начинаю уже основательно подготовку к этому турниру, до этого я тоже готовился, потому что я в инстаграме написал, что я начинаю подготовку, а сказали, а до этого ты что делал, я тоже готовился, ну, так как у меня сейчас 9 или 10 недель уже надо посмотреть, идет мост, то есть я ничего не употребляю, никаких препаратов, ничего, там, ни гормон роста, ничего не употребляю, вот, ну, и завтрашнего дня я потихонечку начинаю уже основательно прямой финишный подвод турниру, ну, и я, и мы приедем туда, и он прилетит на тот турнир тоже, мы с Мишей полетим, Миша будет по любителям выступать, я по профессионалам, вот, ну, и Джастин за две недели тоже прилетит туда и будет непосредственно подводить меня уже, Какие-то, вот, отличия, методики, подготовки у Джастина Комптона есть, по сравнению с Амдулой, который я раньше готовил? Да, да, да. И в чем они заключаются прежде? А, это и в питании, и во всем. Не так давно один из украинских бодибилдеров, Влад Сухоручко, анонсировал, что он переехал в Кувейт, там, вот, ну, скажем так, под руководством Ахмада Аскара, у тренера, приехал туда на сборы, там, то ли на два, то ли на три месяца, если я не ошибаюсь, вот, нет у тебя желания съездить в США на такие же сборы, пожить там, там, два-три месяца, проникнуться этой атмосферой, потренироваться? Слушай, ну, я же жил уже в Америке в прошлом году, мы с Алифкино в Майами жили целый месяц, и 40 дней даже, и я же готовился в Америке на их продукты, да, там, скажем так, тренировался в одном зале, где я работал один из профилоков, который выступал на Олимпии даже там, ну, поэтому атмосфера там в зале, конечно, получше, чем у нас, да, скажем так, там, отдаешься, ну, понятное дело, если бы там пожить там месяца два-три, это было бы лучше, потому что недели две ты привыкаешь к залу, другие тренажеры, атмосфера другая, ты чужой человек, все чужие, то есть какие-то есть определенные неудобства, потом ты уже начинаешь где-то через месяц, а ты уже привыкают к тебе люди, ты привыкаешь к людям, уже начинаются там дружеские отношения, вот как у меня в Майами, да, там были, и уже было проще тренироваться, поэтому, ну, это очень дорого, в Америку ехать жить так, бросать работу, семью здесь и жить там три-четыре месяца, ну, то, я пока на данный момент я не готов, потому что у меня есть семья, то есть если бы я был бы один, да, там, то это один вопрос, а когда у тебя есть семья, то уже так не можешь просто все бросить и уехать, то есть я, видно, не настолько фанат головного мозга у меня, да, там, бодибилдинга, чтобы там бросить семью, сына, жену и рвануть там за какой-то там медалькой. Турнир, который, да, ты сейчас не хочешь анонсировать, к которому ты готовишься, но просто такой полувопрос, такой немножко издалека, он в США был? Скажем так, а не то чтобы в США, но колония принадлежит полностью к США. Где-то рядом? Да. Понятно, и насколько я знаю, там 9 недель до этого турнира осталось? 15, 15. 15 недель. Я понял. Сереж, слушай, ну, большое тебе спасибо в очередной раз за такое подробное и обстоятельное интервью, за то, что нашел, так сказать, время и возможность для того, чтобы нам все рассказать. Возможность, я думаю, всегда. Я хочу еще выразить особую благодарность Александру Тимошенко и порталу hardmuscles.ru за помощь и поддержку в подготовке к данному интервью. Большое спасибо. Как он тебе помогал? Ну, на самом деле... Ну, театр, сказал мой. Человек, который имеет столько знаний, собственно говоря, и столько опыта в профессиональном бодибилдинге, в части судейства, в части, там, организации, ну, его помощь, она всегда бесценна и... Да, Саша уникальный. Вот, так что, ну, что, так сказать, что ты можешь сказать нашим подписчикам, так сказать, твой заключительный аккорд, так сказать, в последнее слово. Что я могу сказать? Я буду стараться максимально сделать, возможно, хорошую форму к этим турнирам, да, попробовать отобраться на Олимпию. Не знаю, насколько это получится, не получится. Ну, скажем так, мы стараемся с Михаилом, он меня подгоняет. Ну, это видно, наверное, то есть я сейчас работаю с большими весами, очень максимально, ну, для себя, да, там, скажем, большие. У кого-то еще, конечно, больше. Вот, поэтому следите, болейте, спасибо всем, всем здоровья, любви и добра, само главное. Ну, что ж, дорогие друзья, сегодня с нами был российский IBB PRO бодибилдер, представитель бренда спортивного питания и фитнес-формулы, бренда одежды для бодибилдинга и фитнеса GASP, а также член команды Живая Сталь. Сергей, еще раз тебе большое спасибо. Дорогие друзья, спасибо большое, что в очередной раз посмотрели наш ролик, подписывайтесь на нашу группу, будьте здоровы и до новых встреч. Пока.